Создание равной конкуренции на рынке розничной торговли. Круглый стол на эту тему прошел сегодня в облгосадминистрации. Там была и наша съемочная группа. В основном заседание круглого стола было посвящено торговле живой рыбой. Так как обсудить есть что. Первый спорный момент, какую рыбу вообще можно назвать живой. По факту цистерны с надписью «Живая рыба» не всегда реализуют таковую. Второе, на улицах города мы видим сомнительные тазики вместо оборудованных по санитарным нормам точек. Председатель комиссии обл. администрации по регуляторной политике демонстрирует фотографии, сделанные на улицах города. Видим, да? Живая рыба. Заклеена квас. Это как получается? Мы летом торгуем квасом, а когда похолодает, заливаем туда воду и торгуем рыбой. Я не пойму, почему оно так происходит. Почему, когда им выдается разрешение на торговлю, смотрят на оборудование. Я вообще не понимаю, как можно было дать на квасную бочку. Представители санэпидемстанции уверяют, дать разрешение на торговлю рыбой из бочки для кваса не могли. И тут же заходит речь о другой проблеме реализации живой продукции. Часто предприниматели, получая разрешение на торговлю, используют другое оборудование. Такие нарушения предлагают поставить в один ряд со стихийными рынками и ликвидировать как несанкционированную торговлю. Если речь идет о несанкционированной торговле, мы закроем любую несанкционированную торговлю. Есть объект, незаконная торговля, мы приехали и моментально закрыли. То есть проблемы нет в этом. Но для того, чтобы все-таки урегулировать конкуренцию на розничном рынке, нужно провести не одно такое заседание на всех уровнях, отметили участники круглого стола. Субтитры создавал DimaTorzok